Вот так по-настоящему отдых для всей семьи, знаешь, собраться туда и муашек свозить, посмотреть на то, как выглядят эти огромные существа, выглядели, конечно. Хорошо, что нам не приходится выглядеть, видеть, как они выглядели раньше в истории, в реальной жизни, поэтому... Особенно те, которые, знаешь, такие хищники, именно лютые, ярые. Но, с другой стороны, лучше мы обсудим уже с нашим следующим гостем более приятные вещи. И актуальные, что самое главное. Да. Ну, в гостях у нас сегодня Михаил Афанасьев, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым. И, насколько мы знаем, он как раз-таки может нам рассказать о том, насколько изменились выплаты и детские пособия. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Увеличились, да, насколько я знаю, как раз-таки сейчас выплаты по детским пособиям, да? И выплаты по детским пособиям у нас увеличились, и сегодня ведется активная работа по внедрению новых мер социальной поддержки семьям, имеющих детей, направленных на улучшение демографической ситуации в Республике. На второго, третьего ребенка увеличились или на первого в том числе? На сегодняшний день у нас в исполнении указа президента 204-го в Республике осуществляется выплата на первого ребенка. Данная выплата у нас выплачивается из средств исключительно федерального бюджета. Претендовать на данную выплату могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок и является гражданином Российской Федерации. Данная выплата на сегодняшний день у нас выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка, установленную во втором квартале прошлого года. На сегодняшний день эта выплата составляет 10 с небольшим тысяч, выплачивается ежемесячно. Претендовать на данную выплату могут семьи со среднедушевым доходом ниже величины полторакратной прожиточного минимума. Это порядка 15 тысяч на человек. Это если общий доход в семье? Выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, назначается изначально на год, потом граждане обращаются с назначением на оставшиеся 6 месяцев. Может быть назначено в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка, если люди обращаются в органы труда и социальной защиты, то выплата назначается с рождения ребенка. В случае, если прошло более чем 6 месяцев с момента рождения ребенка, то выплата будет назначаться с момента обращения. Ну а где можно оформить эти выплаты? Что нужно делать? Куда идти? Куда обращаться? Данные выплаты оформляются в органах труда и социальной защиты по месту жительства граждан. То есть на сегодняшний день в каждом муниципальном образовании у нас имеется управление или департамент труда и социальной защиты. Предоставляется заявление с пакетом документов, в который должно входить, документы, удостоверяющие личность заявителя, документы, подтверждающие рождение ребенка, родственные связи. Ну что это непосредственно ребенок заявителя. Реквизиты, куда необходимо данную выплату перечислять. В принципе все. Осуществляется название, сведения о доходах семьи еще, поскольку данная выплата, так скажем, зависит от дохода семьи. Как я уже сказал, полтора прожиточных минимума дошевого населения. Все. Выплата назначается на год изначально, как я сказал, и в последующем может быть продлена до полтора года. А осуществляется ли какой-то контроль того, куда выплату в итоге направляют родители ребенка? То есть идет ли она во благо ребенка или возможно какие-то странные затраты? Они распоряжаются данной выплатой по своему усмотрению, поэтому каких-либо предоставлений отчетов о потраченных деньгах здесь нет. Но это не как с материнским капиталом, да? Совершенно верно, да. Совершенно верно. Также в республике у нас осуществляется выплата на третьего или последующего ребенка. Здесь финансирование осуществляется за счет как средств федерального бюджета, так и средств республиканского бюджета. Критерий нуждаемости здесь повышен до с двух с половиной прожиточных минимумов, то есть на каждого члена семьи. Это опять же более 120 тысяч. То есть если у нас как минимум три ребенка в семье плюс родители, это пять членов, то есть более 120 тысяч доход. Это очень большой, то есть под данную выплату подпадает большее количество заявителей. То есть практически нет отказов именно по основанию, что доход превысил установленную величину 2,5 размером прожиточных минимумов. Выплачивается опять же ежемесячно до трех лет и назначается с момента обращения, с момента рождения, если люди обратились позже, то можно вернуться на полгода назад. В отличие от пособия на первого ребенка. То есть чтобы выплатили те деньги за последние полгода, которые они еще не получили, если они позже обратились. То есть если родился третий ребенок, а родители пришли через пять месяцев за данным пособием, то мы выплатим с момента рождения. Если пришли через семь месяцев, то мы отодвинемся на шесть месяцев назад и выплатим за вот эти шесть месяцев. То есть уже не с момента обращения, а за последние прошедшие полгода и до достижения ребенка трех лет. И вот что немаловажно, по пособию при рождении первого ребенка, что сейчас рассматривается законопроект на федеральном уровне о повышении до двух прожиточных минимумов критерия нуждаемости. Сейчас у нас полтора, будет два. То есть большее количество получателей сможет попасть под данную выплату. Спасибо вам большое. Спасибо за такую разъяснительную беседу, полезную для очень многих семей. А у нас в гостях был Михаил Афанасьев, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым. Да, знаешь, молодые семьи, между прочим, сидят в социальных сетях, делятся своей семейной жизнью, выкладывают фотографии, возможно, видеозаписи, но иногда туда попадает и кое-что интересное. Все это мы собираем в отдельную подборку, которую прямо сейчас вам и покажем.